И снова на телеканале Д1 час блогера. Витаем наших зрителей, приветствуем снова у экранов. 2022 год вступает в свои права и мы интересные проекты начинаем открывать вместе с интересными людьми на телеканале Д1. С очень интересным человеком, создателем частной школы, интересного проекта, общеобразовательного, развивающего проекта для детей и подростков, частной школы «Полёт». Добрый день! И давайте поговорим о вашей школе. Что за проект, чему учите, кто там, для чего это вообще? Да, школа, она рождалась потихонечку, как ответ на жизнь. Вот я сказала, что меня ведёт дочь, вот её глаза, вот её глаза и заставили меня ответить школой. Это произошло, когда она перешла из младшей школы в старшую, в среднюю, вернее, вот в пятом классе. Я вдруг увидела, что у моего любознательного, активного ребёнка потухли глаза. Потухли настолько, что не хочу в школу, не хочу ничего знать, не хочу читать, ничего не хочу. Вот такое ощущение, что вот ребёнок хочет лежать и всё. То есть я настолько забеспокоилась, это ненормально для её темперамента, для её любознательности. Ну сегодня все с этим сталкиваются. С детьми, с внуками, уткнувшись в свои гаджеты, детвора сутками лежит, и им вроде как ничего неинтересно. А вот у меня, наверное, проблема была такая, что ей и это было неинтересно. Вот неинтересно, не хочу ничего. И вот потухшие глаза, я просто видела разницу. И я от это забеспокоилась очень. Я начала думать, а что, куда её так вернуть, чтобы в жизнь, вот ушла жизнь. Не здоровье, не способности, а жизнь. И я тогда в субботу-воскресенье, отрываясь от своего бизнеса, брала её в машину и просто начинала её возить в абсолютно совершенно разные места. Потом брала её друзей и начинала их всех вместе возить. И, в общем, я довозилась до такой степени, что в машину... Ну возили куда? В музеи? В музеи, в театры. В художественные галереи. В галереи, к интересным людям, с которыми я общаюсь, на встрече. Творчество. То есть я просто начала в разные очень среды помещать её и друзей. Мы за кулисье ходили, мы в парке ходили, мы рисовали на улице, мы сидели. То есть я что-то, знаете, как вернуть жизнь в вот этот огонёк, чтобы зажглось. И получилось так, что где-то через полгода в машину мои стали не вмещаться. Мы начали ездить двумя машинами, тремя машинами. А потом мне родители этих детей начали говорить, Лена, возьми их, сделай что-то. Занимайся. Занимайся. Самое простое дело и любимое занятие родителей отдать ребёнка. У тебя что-то получается с ними делать, что они неделю с зажжёнными глазами. То есть получается, что я просто увидела это в ребёнке в своём, вот эту проблему. А она была тотальной тогда уже, общей. И вот получается, семь лет назад… Сейчас только усугубилось. Усугубилось, да. Семь лет назад я начала проводить по субботам-воскресеньям, отрываясь от своего бизнеса, сняла квартиру двухкомнатную, маленькую. И мы там что-то начали делать, чего я ещё не могла назвать ни в коем случае образованием, ни в коем случае школой. А не что, где зажигались глаза детей. Семь лет назад. Ну зажигались чем? С помощью каких методик? О, нет. Это тяжёлое, да? Это вопрос… Интереса, да? То есть через познание? Я поставила себе задачу вернуть жизни интерес, любопытство. Вот этот огонёк любопытства. И когда вот этот огонёк возвращался, я задавала этим детям вопрос. Что хотим? Чего вы хотите? И вот это поле «хочу» начало развиваться. И оно начало развиваться такое. Рисовать, танцевать, узнавать, астрономия, звёзды. То есть и мы где-то года три вот этой большой группой, нас всё больше и больше становилось, нас становилось 25, потом 30, потом 40. Мы не начали помещаться в эту маленькую квартиру. И я всё время задавала им вопрос, сначала зажечь огонь, потому что детки приходили… Я видела такие же, как моя Аня. А какого возраста? Это начиная с 9 лет я начала. С 9 лет. То есть это школа учащая созданию больших проектов, социальных, сильных, влияющих, имеющих смысл… Это много знаний. Это много знаний. И логика, и аналитика. Мы учим… У нас был целый курс, который так и назывался «Логика». Мы учим философию, мы учим культурологию, естественно, научный комплекс. Мы учим вообще вопрос научных парадигм, как они. То есть дети – политологию, социологию, философию, проектное образование. То есть они учатся бизнесу. Были проекты, когда они создавали бизнес-проект и защищались перед инвесторами. И это всё из их потребностей. Это не я, как в обыкновенной школе, есть программа, через которую мы тащим детей. Мы не очень спрашиваем, что им нужно, они должны. И ЗНО они тоже должны. Лен, но мы возвращаемся. Ведь мы с тобой в прошлый раз буквально секундно обмолвились. Я говорила о том, что нужны естественные науки, точные в том числе. И ты подтвердила, что нужна обязательно гуманитарность. То есть должно быть всё уравновешено. То есть значит должна быть программа. Обязательная, скажем так. Обязательная. Пожалуйста, там вольные выступления. Но обязательная должна быть. Сейчас уже есть. Вот есть тот корпус, без которого мою школу невозможно представить. И этот корпус – это культурология. То есть культурология и нравственность. То есть эти уроки нравственности. Уроки, я бы сказала, мы назвали… Сейчас я, извини, что переобиваю. Я просто сейчас со стула буду уже падать. Потому что то, что ты перечислила. Для меня до сих пор я сейчас это прокручиваю. Перечислила, что вы даёте детям в качестве базовых знаний. У нас этим набором инструментов не обладает. Не то, что управленцы высокого уровня. Ну, например, да, наши. Я не говорю про депутатский корпус. В политику у нас идут люди, которые не имеют практики даже управления пятью человеками. Они вообще поймали их где-то на улице. Они стали и пришли с непонятного… Решать государственные вопросы. Кроме всего прочего, считающие себя светилами в данной отрасли. Извини, я перебила. Потому что для меня это сейчас… Представляешь, такой набор знаний для нормального человека. Для нормального человека. Что и должно быть. А дальше уже сам молодой человек принимает решение. Куда. То есть есть набор… Есть огромный глубокий фундамент. В детстве мы должны заложить ребёнку очень глубокий и очень широкий фундамент. А давай поговорим всё-таки о фундаменте. Что такое фундамент, вот с твоей точки зрения? Вот этот в детстве фундамент. Это история, это культурология, это философия. Потому что на этих трёх вещах строится стержень личности ребёнка. То есть наша задача – научить ребёнка отвечать на вопрос «Кто я такой?». На второй вопрос – это «В каком мире я живу?». И третий вопрос – «Что я хочу в этот мир привнести?». Я только хотела сказать, что может человек… Да. Есть такой вопрос сделать для этого мира? Вот он третий, да? Вот эти третий вопрос. Вот это и есть образование. Вот это и есть образование. Образование – это не набор предметов. Это возможность ответить на вот эти три вопроса. «Кто я?». Ну тогда для этого нужны очень серьёзные фундаментальные знания и люди, которые их могут дать. У нас, собственно, и с тем, и с другим, судя из программы сегодняшней средней школы, просто это страх смотреть на эти учебники. И судя из того, что и учителя-то тоже превратились в загнанных, они же живут в реальном мире, живут на 6 тысяч гривен. На 6 тысяч гривен. И о ценном, о великом, о космосе и о Бетховене, что мы говорили, и о Григе с тобой в прошлый раз, очень тяжело. Об универсальности невозможно говорить, если человек не универсален. Да. Да, как в системе образования. Вот не хочется ругать, но я бы сказала так, что существующая система образования, она на самом деле успешна. Но успешна в каком плане? Интересно, я давно этого не слышала, да. Вот таким образом, что она на самом деле выпускает тех людей, которые и нужны для новой феодальной системы. Она выполняет все программы. То есть наша система, то, что мы всегда говорим, мы живём, свалились, скатились. К феодальным условиям и устойям. И для этого нужны безграмотные, абсолютно аморальные. Или люди, которые поддерживают, встраиваются в эту систему. И вторая часть, которые могут просто быть потребителями этого. Или, ну, рабами вот этой системы. И не могут понять, что это. То есть вот эти две категории людей мы и выпускаем. А эти избранные детки, избранные, как из матрицы, которых готовят по-другому, которым умные родители находят время и дают дополнительные знания. В крайнем случае просто музыкальную школу, художественную школу, литературный кружок. Да даже спортивную школу, это всё равно выше базового уровня. То есть это развитие духа. Это качество выше. То есть вот это небольшое количество, ну, мы знаем, у нас сокращается это всё в Днепре. Те родители, которые всё-таки дают, что будет делать? Как им встраиваться? Ну, вот я задаю философский вопрос. Вот мы, скатившиеся туда, получившие массу необразованных людей с очень, скажем так, низким моральными... Низким критическим, критическим уровнем восприятия. Ну, критическое восприятие вообще нет реальности, а низким моральным уровнем совсем. Что делать вот этим лучикам, ну, вот, которых ты готовишь? Куда их встраивать? На выезд? Это очень самый сложный вопрос, который я отвечаю каждый раз. И, знаете, когда ко мне попадают дети девятилетние, за этот вопрос отвечают родители их. То есть они, каждый родитель сейчас должен ответить на вопрос, что он хочет от образования. Это оказывается теперь проблемой или ответственностью каждого отдельного человека. Не общества отдельно, а человека. Вот у тебя родился ребенок, ты сразу должен ответить на вопрос, что для тебя воспитание и образование. И искать такую точку. Потому что сейчас рынок, хорошо или плохо, отвечает довольно широким выборам. Государственные школы одно готовят. Каждая частная школа создает свою систему. И родитель должен знать свое мировоззрение, должен понимать, кто родился рядом с ним. Потому что дети не наша собственность, более того, не наше продолжение. И надо быть настолько мудрым или хотеть стремиться, чтобы увидеть, кто у тебя родился, какой ребенок, он для чего предназначен. И искать ту систему школы, которая соответствует этому ребенку. Сейчас очень ответственная позиция. А разве общество, частью которого каждый является и каждый приносит в это общество какие-то результаты своего труда, общество в виде надстройки управленческого аппарата не обязано обеспечить развитие общества? Ты же говорила в прошлый раз, цивилизации погибли, отказавшись от культуры. То есть там, где погибала культура, погибало и государство, и общество. Общество, государство и уходила цивилизация. Ну, мы просто затрагиваем такие очень глубокие вещи, на которые прямой ответ, он всегда примитивен. И приходится вот как бы расползаться по древу правильно. В государстве, в том мире, в котором мы живем, на том этапе цивилизации, на котором мы находимся, на этот вопрос должно отвечать государство. Должно, потому что оно перебрало, на самом деле, все ресурсы управления. Наши дети не могут пройти мимо системы образования. Единственным человеком, системой, которая выдает сертификат об образовании, является государство. Оно взяло на себе эту ответственность. Но мы же теперь разумные люди и должны задать вопрос, а нас устраивает это? Ну, налоги забираются, законы приняло государство. А нас устраивает это? Меня не устраивает, что мой ребенок в пятом классе умер. Меня не устраивает. И тогда, что я могу сделать? Вот я тогда начала отвечать на этот вопрос. Я могу, если я могу зажечь этот огонь, я возвращала. Сейчас я могу ответить на более сложные вопросы. А чему мой ребенок должен учиться? И я на этот вопрос ответила. Я нашла экспертов. Я вернулась в систему образования. Я владею сейчас методиками образования, воспитания. То есть сейчас уже да. Спасибо, ты помогала нам с несколькими экспертами для передач, в которых не принимала участие. Но ты занимаешься этим тоже как просветитель. Да, и организатор. Это твоя миссия. Как просветитель и организатор. То есть это твое личное... Я точку выбора сделала. Сейчас в разваливающемся государственном устройстве и общественном устройстве это моя точка ответственности. И насколько я ее могу, настолько я держу. И сейчас, вот, наверное, пользуясь передачей, я могу сказать каждому родителю, это ваша ответственность, чему вы учите детей. Государство делает вид, что оно за это отвечает. А ваша задача теперь самому отвечать. Будет ли там музыка, будет ли там спорт. Я сейчас говорю, сейчас очень редко встречишь мальчика, который занимается спортом серьезно. А я говорю, мальчик без спорта, это не мужчина. Это не мужчина, потому что дух и характер и воля воспитываются через спорт, через физические нагрузки. И поэтому обязательно, попадая в нашу школу, мальчики идут на спорт. Но не у нас, конечно, потому что наша... Ну понятно, да. Да, но это обязанность выбрать направление. Да, потому что кому-то идет плавание, кому-то футбол. Вот, и они должны быть гигантами. Лен, ну ты знаешь, вот ты расстраиваешься, а я начинаю улыбаться внутренне. Потому что я все-таки все равно оптимистично смотрю на этот кусочек времени, где недолуги и правители управляют очень образованными пока еще людьми. Пока еще. Пока еще. Очень вороватые чиновники устанавливают правила для нормальных людей и совсем бездари руководят отраслями культуры, образования. Как, допустим, это у нас. Это реальное бездари. Но именно потому, что мы с тобой вот это обсуждаем, и ты произносишь такие вещи, значит, это есть в обществе, на это есть запрос. И пусть не у большого количества людей, но это есть, и значит, надежда не потеряна. Значит, есть к чему стремиться. Значит, вот эти лучики, которых в вашей школе, в других школах, в общеобразовательных, есть сотни, у меня есть очень много учителей, педагогов наших, из простых общеобразовательных школ, которые всю свою жизнь посвятили этому и являются действительно носителями света. И это главное. То есть не экономика. Нам же заложили в голову, что бытие определяет сознание. Экономику может построить общество. Культурный человек. Достигнуть развития общества можно и тоталитарными тоже способами. Мы знаем, есть такие примеры. Вон Китай через военный коммунизм построил сейчас самое высокоразвитое государство и с экономикой номер один, обогнав уже Америку. Но все-таки общество рождают гениев и рождаются шедевры только в обществе, где есть образование и культура, где есть искусство. И общество начинает расцвет свой, когда возрождается именно культура и образование. Это же мы не первые, мы не последние. Ну, может, конечно, и последние, если мы за голову не возьмемся. Но выход там, где и вход. Культура ушла первая, но желательно, чтобы она пришла. И тогда мы станем способными к созиданию. Лен, я все-таки хочу вернуть тебя. В первой части мы вспоминали композиторов, не претендуя на какую-то заумность, пусть не обижаются наши зрители. Но вот когда мы перечисляли этих великих гениев, которых три общепризненных, и потом чуть дальше идет градация, на первом месте стоит Бах, который был непонятый своим сообществом, которого обсуждали, затюкивали, забыли на несколько десятилетий, вообще забыли. Не был моден. Не был моден, потому что он со своими гаммами. То есть он стал исполнителем, и этим зарабатывал уже на кусок хлеба, но как композитор он стал востребованный через сто лет практически. То есть только тогда общество достигло того, что он дал в музыке. Вот, может быть, всегда в любом обществе, в любом развитии, на любом его участке есть люди, которые просто делают свое дело, не требуя признания, не требуя понимания, просто идут и, ну, хотя бы разгребают вот эти, знаешь, чтобы ручеек не пересох. То есть хотя бы завалы разгребают. Поэтому, мне кажется, ты говоришь о серьезных вещах, о фундаментальных, очень точных, очень правильных с точки зрения любого нормального человека, о культуре. О культуре, да, о личности. Личность без культуры – это как, ну, как можно растение без воды. Ну, вот это об этом. То есть что-то вырастет, но больше на кактус похожее. Или только на кактус. Ну, как выращивать кактус все время скучновато. Любви ребенок, да, так как бы растает непонятным. То есть, а скажи, а сама школа? Ну, хорошо, давай так, просто уже тогда все-таки передача телевизионная. Дети приходят в выходные дни к вам? Процесс образовательный в свободное время происходит? То есть они кроме общей школы? Кроме общей школы. То есть у нас дополнительное образование. Это не государственная школа и не общеобразовательная. У нас называется эта школа проектного обучения политики. То есть мы работаем по субботам и по воскресеньям. И на каникулах. И учите детей летать. Да, учим детей летать. В простом и переносном. Да, они у нас... Цель школы... Чем зажигаются глаза? Вот я все время говорю, зажигать глаза – это мечтой. Каждый человек рождается с мечтой. А потом у него есть инструменты, это таланты. Это при помощи чего он может эту мечту осуществить. А вот все остальное – это базис. Мы начинаем строить базис осуществления, при помощи чего ребенок может эту мечту осуществить. Поэтому такие глубокие фундаменты. Поэтому он должен обладать огромным инструментарием. Чтобы не пошатнулось здание, да? Здание его мечты. То есть для того, чтобы крепкий фундамент, когда начнутся буревеи и испытания взрослого, он должен устоять, и внутренний стержень, моральный стержень не сломится. Не сломится. Вот это огромная задача. И дети это понимают. То есть где-то лет в 14-15 у нас дети начинают осознанно принимать эти решения. Они прекрасно видят и могут осознавать, в каком мире они живут и в каком обществе. И то, что мы живем в неофеодальном обществе, они... Я не говорю, а они это понимают, потому что они знают политологию. Они знают, они могут идти... Нет, все великие открытия совершаются до 30 лет. Великие полководцы были и в 16 лет. Это просто возможность раскрыться сегодня отсутствует у большинства молодых людей. И если есть возможность раскрыться, не бояться, то это и есть раскрытие личности. Если есть базис, безусловно. Чтобы не улетели никуда дети в непонятный космос. Да, вот это то, что иногда родители пугают наших, что вы учите детей мечтать. Я говорю, не только мечтать. У нас слоган школы «от идеи до реализации». То есть мечтай, но осуществляй. Мечтай. Очень важная ты сказала вещь. Умение критически мыслить, проектный менеджмент, по сути, вы даете. То есть умение создать и управлять своим делом или своей профессией, или своими мечтами. То есть это действительно то, что, наверное, классно. У нас не коммерческий проект «Лен». Мы не рекламируем никого. У нас вообще рекламы нет на канале. Мы говорим только с теми людьми, которые интересны. Мы показываем нашим зрителям людей, которые могут поделиться. Поделиться уже своими не только успехами и знаниями, но и в том числе опытом. И еще раз сказать нашим зрителям, чтобы они не боялись испытаний. Потому что гении рождаются через испытания. И если у вашего ребенка сложный характер или сложный путь, это прекрасно. У ребенка много заложено. То есть мы должны поддержать сегодняшним своим разговором и сказать, что есть… У нас замечательные дети. Наше поколение потрясающее. Вот у каждого поколения, на самом деле, своя задача. И тут вопрос, выполняет ли предыдущая ту задачу, которая потом наши дети должны стать на наши плечи. Вот мы проваливаемся. Как поколение мы проваливаемся. Но это не значит опускать руки. Это значит, на наших детей возлагается двойная задача. И они рождаются с этим потенциалом. Поэтому каждый ребенок сейчас приходящий, он настолько уникален. Вот я смотрю в него в глаза, и я все время задаю вопрос себе. Ну какое-то чудо пришло. Вот какое же ты следующее чудо. И когда ребенок узнает, кто он, когда он узнает, для чего он, ну его не остановить. Это родители могут сказать, да ладно, че-че-че-че. А он уже нет. Там крылья за спиной, они знают, для чего они. А это самое важное. Лен, ну вот за это и спасибо. За всех наших детей, которые в воле случая попали в ваши руки, в вашу школу. За крылья. Потому что окрылять, да на самом деле и показывать другим, что у людей есть крылья, это великое дело. А особенно если это связано с просвещением и с вопросом воспитания. Еще очень хотелось бы поговорить о сегодняшнем дне. О том, что есть, чего нет. Я приглашаю вас еще раз. Спасибо большое. И очень будем ждать следующей встречи. До новых встреч, дорогие друзья. Это был «Час блогера». Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...